Крюга ТВ Довольно неплохое 105-мм орудие, хотя, конечно, с орудием 72А его не сравнить по некоторым показателям, например, урона. Но в целом пробитие 325 мм, урон 365 единиц с топовым подкалибером, это в целом довольно неплохо. Ну, ББшкой вернее, просто, в принципе, здесь оперённый подкалиберный снаряд под названием ББ-Бобс М774. Ладно, не будем углубляться в эту тему. Есть также, конечно же, кумулятивы с уроном в 466 единиц, то есть почти на сотню больше, и пробитие имеет 285. Не так часто их приходится использовать, но в целом иногда при стрельбе по лёгкобронированной технике могут пригодиться. И есть фугасы, без которых обойтись иногда бывает сложно, так что возите с собой их немного. Далее, конечно же, хотелось бы сказать, что, к сожалению, я тут начал записывать до того, как дал своим подписчикам обещание, то есть вам записывать это всё дело максимум с оборудованием второй ступени, поэтому у меня тут стоит самое топовое оборудование, SP-3, а именно на огневую мощь это заряды экспериментальные, усиленное боевое отделение, усиленный затвор и система связи. Так что, прошу меня сразу простить, это вот одна из двух машин, это Warrior XM1, на которых у меня вот так вот всё по-королевски обставлено, больше я так делать не буду. Но, в принципе, сами по себе прибавки в характеристиках составят, ну, максимум там по 2% дополнительно от модуля, так что в целом можно считать, что как и с SP-2, в принципе, всё тестируется. Ладно, идём далее. Прочность почти 2000 единиц, 1940 с этим усиленным боевым отделением, что в целом довольно неплохо. Максимальная скорость 72 км в час и разгон 7.30, но машина на самом деле довольно слоупочная. Двигается медленно, поворачивает и того хуже, в общем, это явно не рекордсмен по скорости. Незаметность 005, это отвратительно, и радиус обзора 375 метров не особо много, так что ни посветить, ни спрятаться. Углы склонения орудия минус 10 и 0, так что вперёд нормально стрелять, а вот назад, увы, не получится. Скорость поворота башни 32 градуса, это не очень быстро, и если башня ещё более-менее как-то поворачивается, то корпус вообще нет, и ББМки, которые заедут сзади, станут для нас большой проблемой. Время перезарядки орудия порядка 7 секунд, разброс 0,08, что здорово, и время прицеливания 2,08. В принципе, нормальные довольно показатели, при этом, опять-таки, это всё дело не сильно отличается от машины без модулей. Хотя, я бы сказал, что орудие здесь далеко не самое топовое, но здесь топовая броня, по крайней мере, лобовая. Давайте же разбираться. Итак, если брать одноклассников, ну, допустим, у нас есть тот же XM-1, у него не самая лучшая пушка среди ОБТ на 6 уровне, поэтому возьмём его. Если мы будем обстреливать этот же XM с такого же орудия, то пробивать мы его будем довольно спокойно в нижнюю часть НЛД и под башню. При этом, делается это легко и непринуждённо. В ближнем бою становится возможным пробить ещё и куда-то вот сюда. Да, здесь, как вы видите, верхний бронелист имеет просто отличнейшие наклоны, но зато он жрёт замечательно. Если машина выше нас, он будет жрать и под калибры шикарно, потому что у него здесь толщина совершенно небольшая. Также, если говорить о лбе корпуса, не все стреляют под калибрами, некоторые заряжают фугасы, стреляют, опять-таки, в нижний бронелист. В верхний бронелист, под башню, в крышу башни и проходит очень большой урон. Зачастую это где-то половина от полного, но, в принципе, по 200, 300, 400 единиц мы можем получать. Это может быть и не так много, как с под калибра, но это неприятно. Так что, хотя и говорили о том, что XM-1 очень имбовый в плане лобовой брони, да нет, спокойно, элементарно пробивается и вот сюда, и сюда. И если брать фугасы, то тут чуть ли не вся лобовая проекция довольно уязвима. Так что, короче говоря, стреляйте фугасами, если не можете пробить под калибром, хотя здесь, в принципе, довольно реально выцелить и подбашенное пространство, и, собственно, нижний бронелист. Но, если будет танковать от башни, заряжайте фугасы и накидывайте ему в крышу, ибо тут лючков особо нет, тогда будете наносить нормальный урон. По бортам, ну, кстати, вот включу сразу же отображение, здесь все тоже довольно неплохо, 155 миллиметров и 209. Из автопушек ББМ шьется далеко не всегда, поэтому лучше заезжать в корму, здесь, в принципе, броня довольно спокойно протыкается любой автоматической пушкой, поэтому пользуйтесь тем, что XM довольно не особо подвижная машина, заезжайте сзади и начинайте натыкивать. Кстати, он прекрасно жрет бортами кумулятивы, здесь никаких особо экранов нету, хотя, казалось бы, вот он, стреляем просто чуть выше, и кумулятивчики замечательно пройдут. Вот, в общем-то, и все мои советы по пробитию этой машины, на самом деле не настолько имбовая здесь броня, хотя она хорошая. И давайте же перейдем к бою, там уже более подробно о самой машине расскажу. Ну а здесь мне прежде всего хотелось бы упомянуть такую вещь, что, да, XM-1, конечно же, пробивается, и по этому поводу я не вижу смысла никакого абсолютно вайнить, и по поводу того, что он иногда не пробивается, я тоже не вижу повода вайнить, его просто нужно выцеливать. И броня у него довольно хороша. Это, в принципе, все, что нужно знать тем, кто говорит, что XM-1 не пробивается, и тем, что он пробивается каждым выстрелом. Нет, здесь теперь все довольно легко и просто. Он пробивается, если попадать куда надо. И, разумеется, если стрелять чем надо. Кумулятивами стрелять по XM, ну, в принципе, почти бесполезно. Это я имею в виду лобовую проекцию. Пробить его туда кумулятивом будет практически нереально. Это же, кстати, касается и птуров, потому что птуры надо будет загнать, ну, вот в довольно ровную поверхность, а здесь таких не особо много. Да и вообще, он весь такой приплюснутый, так что выцелить что-то птуром будет не очень просто. Хотя мне кажется, что вот в этот вот верхний бронерист вполне себе можно будет завести птурчик, но тут надо будет постараться. Ну и вот сейчас я вставил специально кусок, прям, пример боя, где мы, собственно, вдвоем держим целый фланг. И здесь Абрамс, и здесь МБТ, и, в общем-то, ну, не пробивают, хотя, учитывая то, что пробитие у них довольно высокое, можно сказать, что броня у нас есть. Опять-таки, они начнут стрелять по нам фугасами. И вот здесь вот начинается еще одна тема для Вайна. Типа XM можно убить фугасами? Нет, ну, разумеется, можно. И это делается приоритетнее, чем с другими машинами, потому что под калибр загнать XM, ну, не так легко, особенно, как я сейчас, например, танкую от башни. Здесь, разумеется, уязвимых мест у нас в лобовой проекции, ну, практически не остается. И фугасы становятся лучшим выбором. Они на самом деле могут нанести нам сокрушающий урон, особенно если, как я и сказал, попадут в крышу корпуса или в крышу башни. А это сделать реально можно, потому что башни находятся чуть ли не в центре всего этого корпуса. И, ну, в общем, выцелить эти все места, в принципе, реально. Ну и попасть, разумеется, туда тоже. А потом уже фугас сделает свое грязное дело, пробьет крышу и нанесет, если не полный урон, то довольно высокий все равно, потому что показатель брони в том месте будет довольно низкий. Но это так, вот в общих чертах я обрисовал бронирование XM. Если заходят в борта или корму, понятное дело, что здесь нам, в принципе, уже не жить. Хотя танкование бортами, ну, в принципе, оно работает, но далеко не всегда и только с небольшими доворотами. Вы сами видели, что миллиметров там хоть и довольно много, но сами понимаете, подкалиберы с их ненормальной нормализацией, опа, как завернулось, нормально шьют нас вообще совершенно в борта под большими углами. Хотя иногда это и имеет смысл поставить танчик ромбиком, ну и, вероятно, что-то да получится. А вот у нас возникают проблемы с пробитием, ну, например, тех же Абрамсов. Они у нас, в принципе, почти никуда не берутся, кроме как в люк мехвода. Ну и вот, видим мы тут дуэль как раз XM1 на XM1. Просто нужно попытаться стрелять ему именно вот в этот верхний бронелист. Даже несмотря на то, что наклоны там огромные, все равно будет пробиваться он туда. Даже несмотря на то, что маркер там красный. Так вот, переходя к тактике, что же, как же нам действовать на этом агрегате? Что же нам нужно делать для того, чтобы вести свою команду к победе и быть, ну, по крайней мере, эффективным в бою? Понятное дело, что роль просто так сидеть где-то в кустах здесь намертво отпадает. Ну, потому что есть броня, иди и танкуй. Хотя бы относительно других машин мы на самом деле божим с этой нашей лобовой броней. Это, как, знаете, Челленджер там на седьмом раньше был. Вот примерно то же самое и с XM1. Его, видите, сразу начинают обстреливать фугасами. И если реально в ближнем бою его могут выцеливать, то издали это сделать практически нереально. Но, сами видите, и фугасный урон заходит, ну, довольно неплохой. Конечно, не всегда, но и это довольно сильно огорчает. Кстати, по поводу любви XM'а и артиллерии. Артиллерия его любит, ой, как любит. Особенно, когда попадает в крышу. Крышу она пробивает и наносит нам полный урон. Ну, правда, это бывает не всегда. Но зачастую может нанести довольно много урона. И, честно говоря, XM от нее может даже пострадать серьезно. Ну, это, как и любая другая машина в игре. Но это, в общем-то, компенсируется, так скажем, нашей слоупочностью. Мы уехать из-под нее нормально не можем. Это касается не совсем разгона. С разгоном на XM'е все более-менее в порядке. А вот маневренности, особенно поворота корпуса, не хватает катастрофически. И взять и попытаться, я не знаю, догнать какой-то ББМ у нас не получится. Если к вам в ближний бой вдруг проберется визель или ВБЛ тот же самый, которого не занесет и не начнет крутить вокруг своей оси, тогда, в общем-то, ваша песенка спета, вы ни при каких обстоятельствах его нормально не сможете уничтожить. Потому что тупо за ним не довернете. Возвращаясь же к теме подвижности, хочется еще отметить такую вещь, что машина очень слоупочно взбирается в горки. И если уж вам надо занять какие-то хорошие позиции, то старайтесь их все-таки объезжать. Этот ОБТ довольно медленный, и это следует помнить. Но касательно орудия, хотелось бы сделать тоже парочку ремарок. Оно вполне себе неплохое, однако с семерками бороться с помощью этой дудочки довольно проблематично. Она не всегда-то пробивает Леопарда 2АВ в нижний бронелист, что, казалось бы, не такая уж и большая проблема для большинства ОБТ 6 и 7 уровня. Но у нас это может вызвать некоторые сложности. Я бы не сказал, что пробития здесь не хватает. Вовсе нет. В принципе, пробивается все, и сами видите, урон наносится. Но относительно других машин, урон не самый высокий, это раз. Ну и, конечно же, в принципе, пробитие это тоже не самое высокое. А это означает, что хоть по орудию мы и довольно посредственны, зато вот по броне и, в принципе, как по подвижности для такой брони, мы вполне себе ничего. Потому что по сравнению с Челленджером, XM, в принципе, просто летает по полю боя. Особенно за счет своей максималки. И хоть набирает он ее неохотно, но, в принципе, с горок 72 км в час это очень даже круто. Ну и вот как раз дуэлька с Леопардом 2АВ, он, в принципе, нас пробить нормально не сможет. По крайней мере, потому что не знает, скорее всего, куда нас выцеливать. Но и мы с какими-то небольшими наклонами, буквально вот несколько градусов, его уже тоже нормально не пробиваем. Возможно, это мои руки кривые, возможно, у вас получится лучше, но, опять-таки, не стану отрицать, дерзайте. И сами видите по логому урону, что в меня стреляли, в принципе, в большинстве своем фугасами. Как итог, XM1 очень крутой ОБТ, он на самом деле танкует и, в принципе, может укусить в ответ. И поэтому его следует прокачать, и даже после нерфа он чувствует себя довольно неплохо. А с вами был Крюга ТВ, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал и пока-пока!